Анна, добрый вечер! Добрый вечер! Мы очень благодарны вам за это чудесное событие, за такое потрясающее, сказочное мероприятие. Расскажите нам, пожалуйста, пару слов о себе и о вашей чудесной студии Moondance. Я основатель этой студии. Мы открылись в 2012 году, и начинали мы с маленькой студии на втором этаже этого здания. Это был чисто полданс-класс. В конце этого лета мы сделали реновейшн, и теперь наша студия занимает все три этажа здания. У нас появилось 7 прекрасных танцевальных залов, оснащенные всем оборудованием, которое только может быть. Появились новые направления, такие как балет, хип-хоп, стрит-дэнс и много других. Приходите, узнаете сами. Большое спасибо! Расскажите нам, пожалуйста, сколько лет вы на Кипре и что вам больше всего нравится на этом прекрасном острове? На Кипре я уже 13 лет. И мне очень здесь нравится. Легкость, наверное, жизни здесь. Здесь всегда хорошая погода, даже когда идет дождь. Здесь достаточно тепло, теплые зимы. Здесь очень легкие люди, с ними приятно общаться. Море, конечно, море. Да, мы вас очень понимаем. Расскажите, что самое сложное в вашей работе и, наверное, что самое интересное? Есть такой момент, да. Самое сложное для меня — это распределение времени между моей семьей, потому что у меня достаточно большая семья, трое детей, и между моей работой. Вот так вот получается. А что самое интересное? Да, самое интересное — это общение с людьми. Я встречаю по работе очень много интересных людей, горящих своим делом, и это безумно интересно и вдохновляет, цепляется. Анна, расскажите нам, пожалуйста, о ваших планах и о том мероприятии, которое скоро будет происходить. Планы у нас наполеоновские. Мы хотим заставить танцевать весь город, весь Кипр. Мы хотим, чтобы Кипр полюбил танцы и быть неотъемлемой частью этого острова. А насчет мероприятия, да, у нас совсем на днях, совсем скоро состоится международный чемпионат Polar 2015. На нем соберется более 100 человек-участников с разных стран мира. В этом году у нас география чемпионата очень большая. Это и Бразилия, и Китай, Испания, Германия, Франция, Финляндия. Ну, я даже не буду пересчитать все страны, их действительно очень и очень много. Он пройдет в Монте-Капута. И, конечно, мы с нетерпением ждем этого года, потому что в этом году у нас появилась новая категория, кроме категории любителей, полупрофессионалы, профессионалы, мужчины, профессионалы и женщины, у нас появилась такая категория, как Старс. Это звезды полданса, которые приедут соревноваться в этой категории, и они будут украшением нашего шоу, которое пройдет 30 октября. Потому что это люди, которые занимали не раз уже призовые места на огромных международных конкурсах. Некоторые из них участники цирка «Дюсалей», некоторые из них участвовали в «Минуты славы». То есть это люди с богатым прошлым и большим опытом танцевальным. Потрясающее событие. Мы поздравляем вас с этим событием. Обязательно будем присутствовать. И вы очень успешный человек. Вы выдающаяся личность. Вы мама троих детей. Что вы могли пожелать или сказать тем женщинам, которые хотели бы сделать какой-то вклад через свой бизнес, может быть, какие-то благотворительные мероприятия? Какие бы были ваши пожелания? Мне кажется, Кипр такой остров, который с легкостью принимает не только иностранцев. И им здесь очень легко и комфортно жить. Но также любые новые начинания. Поэтому ищите что-то новое, чего нет на Кипре. Остров всегда будет рад. Люди всегда поддержат что-то новое и интересное, того, чего у них нет, то, чем они не занимались. Вы найдете кучу единомышленников. Вдохновляйте людей вокруг себя. И от этого ваше вдохновение будет расти в 100 крат. Большое спасибо. И последний вопрос. Эта выставка была посвящена борьбе против рака груди. Есть много женщин, которые столкнулись с этой страшной болезнью. Что бы вы пожелали тем женщинам, которые столкнулись с такой проблемой? Знаете, это, наверное, самый сложный и деликатный вопрос в нашем интервью. И очень сложно на него отвечать человеку, которого эта проблема не коснулась. Поэтому я совсем недавно читала интервью очень известного психолога Юлии Гиперрайтер. Она как раз больна раком. И она сказала, что самый ценный совет на этом этапе ее жизни дал ей ее доктор, который сказал, что тут самое основное решить, опухоль операбельная или нет. Если операбельная, то, конечно, бороться, не сдаваться духу болезни, отвечать на удар судьбы ударом. А если не операбельная, то жить и радоваться жизнь продолжает создаваться нюльзани в каком случае. Большое спасибо. Мы еще раз поздравляем и благодарим вас за это чудесное событие в жизни каждой женщины, которая присутствовала сегодня в жизни Кипра и в жизни города Лимасола. И мы желаем вам всяких успехов в вашей личной жизни и в рабочей. Спасибо, Анна. Спасибо вам большое.